Здравствуйте дорогие друзья! Традиционно на WWDC 2019, которая в этом году пройдет 3 июня, компания Apple продемонстрирует iOS 13. Первая бета версия которой будет уже сразу же доступна для скачивания зарегистрированным разработчиком. А по факту каждый желающий установивший профиль этого самого разработчика сможет затестить операционную систему. Правда это удовольствие не из приятных, просто потому что обычно в первых бетах находится очень много багов и сразу все начинают гуглить, как откатиться на стабильную iOS 12. Так вот люди близкие к разработке операционной системы слили изданию 9to5Mac некоторые подробности касательно iOS 13. Темная тема будет и это не первое подтверждение, достаточно вспомнить отчет издания Bloomberg. Хотя как показывает практика с AirPower недостаточно нескольких подтверждений, пусть и из авторитетных источников. Включаться будет в настройках, а также добавить высококонтрастную тему как в macOS. Лично я в macOS не использую эту фичу, даже пробовал настраивать запуск в ночное время по расписанию, но все равно опыт использования далек от совершенства. Не все программы за год были оптимизированы, проскакивают баги и получается вместо темной темы часто встречается контраст, который еще больше раздражает зрение. Приложение разрабатываемое в Marzipan получит поддержку темной темы в обеих операционных системах. Приложение разрабатываемое в чем? Marzipan это внутреннее кодовое имя инструментов для разработчиков, позволяющие создавать приложение, оптимизированное сразу для обеих платформ, то есть и для настольной macOS и для мобильной iOS. В теории должно быть очень удобно. А на практике разработчики могут отписаться в комментариях. А вообще эта штука уже работает? Появится работа с системными шрифтами и это не свистоперделка типа на андроид заменить системный шрифт на какой-нибудь вырви глаз и затем страдать показывая свою индивидуальность, а это видимо возможность докачивать и управлять системными шрифтами, например когда вы открываете документ и там нет какого-либо шрифта. Приложение почта станет умнее, входящие сообщения будут сразу же сортироваться по категориям вроде маркетинг, неважно и так далее. Появится возможность отложить чтение письма на потом. Мне лично очень нравится приложение почта, но вот отсутствие полной поддержки клиента Gmail меня очень сильно расстраивает. То есть банально письма с сервера Gmail не проталкиваются на iPhone через штатный почтовый клиент. Приходится либо настраивать автоматическую проверку через заданные интервалы времени, либо переходить на сторонние клиенты. Вот я и пользуюсь тем же с парком. Кстати недавно появилась версия для андроид. Качайте, тестируйте и получайте удовольствие. Это не реклама. Я просто реально им пользуюсь уже очень давно. Разработчики из Apple упрощают совместную работу системы со сторонними приложениями вроде документов. Видимо появится тесная интеграция или не исключено, что даже настройка для выбора приложений для открытия тех или иных типов файлов по умолчанию. Думаю те люди, которые фанатеют от Google Chrome будут довольны. Ведь Safari браузер по умолчанию. Появятся новые жесты выделения и перемещения больших объемов данных, что будет актуально для табличных процессоров. Наконец-то будет переработано окно изменения громкости, появляющееся на весь экран. Эта штука, которая наверное бесит всех владельцев iPhone и iPad и существует пожалуй с момента создания самой операционной системы. Хочешь изменить звук, получай вот такое системное уведомление на пол экрана. Обновится приложение напоминания. Вызов голосовой помощницы через привет серии будет иметь меньше ложных срабатываний. Появятся расширенные настройки вывода информации на печать. К сожалению, никаких слухов касательно режима разделения экрана на iPhone как на Android нет. А жаль, ведь эта функция как никогда кстати придется к вытянутым дисплеям iPhone. Следующее нововведение касается непосредственно планшетов iPad. Может быть теперь они станут наконец-то небольшими iPhone с некоторыми фишами, а куда более самостоятельными устройствами. Для iPad будет улучшен режим многозадачности. Приложение получит возможность запускаться в нескольких окнах. По слухам появится возможность открывать несколько копий одних и тех же приложений, а также создавать вкладки, которые можно будет откреплять и перемещать по всему рабочему пространству дисплея. А для того чтобы не запутаться между этими самыми карточками будет добавлен эффект глубины. Неужели теперь точно понадобится вся мощь iPad? Вопрос в другом, стоит ли так мучиться и допиливать мобильную iOS или лучше все-таки портировать macOS на iPad? Конечно же второй вариант был бы предпочтительнее, но как показывает практика на Windows, это не так работает как хотелось бы, особенно не так быстро и не так заточено под сенсорное управление. Да и топ-менеджеры компании Apple сказали, что они уже выбрали другой путь и macOS на планшетах точно не быть, по крайней мере в ближайшее время. Говорят о том, что в iPad допилят новый жест отмены для стирания недавно записанного текста. Сейчас для того чтобы это сделать необходимо встряхнуть устройство. В iOS 13 для iPad должны завести новый системный свайп тремя пальцами, благодаря которому можно удалять текст либо отменять это самое удаление. Думаю это будет более актуально для большого iPad, нежели просто его трясти. При первом запуске функции специальная обучалка объяснит как этим пользоваться. Safari сразу будет автоматически открывать полноценную настольную версию веб страниц на iPad, а не мобильную по умолчанию, как это происходит сейчас. И больше не придется постоянно зажимать кнопку обновления и выбирать полную версию. Да и не на всех сайтах эта штука нормально работает. Разработчики смогут использовать два разных стиля для строки состояния. Допустим, когда вы запускаете две копии одного и того же приложения и контент разный. Вот чтобы он контрастировал сделана такая мера. Будет сделано, надеюсь. А что вы думаете касательно этих утечек iOS и каких конкретно функций вам не хватает в мобильной операционной системе? Об этом обязательно пишите в комментариях к этому видео. А на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech и до скорых встреч.